Здравствуйте друзья. В своих предыдущих видео я уже неоднократно касался вопросов уведомлений в Home Assistant, при помощи мессенджеров, устройств которые воспроизводят заранее записанные файлы, или через интеграцию TTS . Этот блок посвящен вопросу световых уведомлений, которые могут вызываться в результате каких-то событий, например срабатывания аварийных сенсоров, нажатия на кнопку дверного звонка и так далее. Не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть больше людей. Для полноты картины вопрос нужно разделить на две части, это световая индикация и сохранение и восстановление состояния светильника. Начнем с индикации. Самый простой вариант, когда светильник поддерживает световые эффекты, которые можно увидеть в его карточке при включении. Сразу скажу, что не все устройства поддерживают такую функциональность. Посмотреть как работает тот или иной эффект, можно просто вызвав его из выпадающего меню. Если какой-то из них подходит под ваши задачи, запоминаем его название. Давайте разберем автоматизацию, которая будет вызывать выбранный эффект на светильнике. Для тестирования в качестве триггера я буду использовать виртуальную кнопку, как ее создавать можно посмотреть в моем блоге, ссылка в описании. Далее в разделе действий, запускаем сервис включения светильника и указываем название нужного объекта. И далее передаем ему нужные параметры, в данном случае это яркость в процентах, цвет свечения, он нужен не для всех эффектов, некоторые имеют свою палитру, но есть и такие, которые используют ранее установленный цвет. И наконец название того эффекта, который мы хотим запустить. Далее указывается задержка, в данном случае это время в секундах, сколько будет работать этот эффект. И затем сервис отключения светильника. Вот так работает такая автоматизация. Но что делать если светильник не поддерживает эффекты? Часто бывает и так, когда их либо совсем нет, либо есть, но они фактически не работают. Здесь будет удобнее разделить, и немного дальше станет понятно почему, на автоматизацию и скрипт. Пока мы рассматриваем вопрос только световой индикации, поэтому в действиях автоматизации есть только сервис запуска скрипта. А скрипт используется из-за удобства, так как его синтаксис позволяет повторять одно и то же действие заданное количество раз. На самом деле существует намного больше вариантов использования повторов, но в данном случае просто счетчик, 5 повторов. А далее создаем какой-то эффект, его главная задача отличаться от привычного режима работы и привлекать внимание. В моем примере светильник включается на максимальной яркости, устанавливается красный цвет и плавность включения параметра transition 1 секунда. Далее установлена задержка тоже длительностью в одну секунду. Вслед за этим запускаю второй блок, но уже с зеленым цветом, в остальном все тоже самое. Далее идет блок с синим. В целом тут полное раздолье для фантазии, можно использовать один цвет, можно несколько. И в самом конце выключение, тут я тоже поставил transition 1 секунда. Когда все повторы, в данном случае 5 отработают, светильник останется выключенным. Кстати для определения кода нужного цвета, можно воспользоваться одной из таблиц цветов. Ссылку на эту я оставлю в текстовом файле, который вы найдете в описании под видео. А это пример работы такого скрипта. Если вы хотите чтобы я снял еще видео про возможности скриптов с повторами, пишите об этом в комментариях. Еще один вариант построения скрипта с повторами. Здесь я покажу пример уведомления на люстре, с изменяемой цветовой температурой. Тут появилась новая строка alias, перед опцией repeat. В прошлом скрипте такого не было. В чем разница? Это дает возможность перед и после блока с повторениями, вставить другие действия, которые не будут повторяться. В этом примере впереди ничего нет, сразу начинаются повторы, где сначала люстра включается на полную яркость световой температурой 6500 кельвина в течении 2 секунд. Через 2 секунды она плавно переходит в режим теплого желтого, это даст вам возможность заметить уведомление, какая температура не была бы выставлена ранее. А после того как блок из трех повторов закончится, скрипт выполнит следующий, уже вынесенный за пределы этого блока шаг, выключение светильника. То есть это действие выполнится только один раз, а не три. Вот так это происходит в реальности. А теперь перейдем к второй части, сохранения и восстановления состояния светильника. И тут нам снова в помощь придут сцены. Как их использовать для управления освещением, я уже рассказывал в одном из своих уроков, ссылка в описании. Но тут мы используем их по другому. Доработаем тот же самый сценарий, где триггером служит виртуальная кнопка. В реальном использовании тут может быть например датчик протечки, дыма и так далее. Первым шагом автоматизации тут идет создание сцены, которая будет называться Light Before. В нее будет сохраняться все текущие параметры выбранного светильника, это называется снимком объекта. После этого запускается скрипт светового уведомления, в этом примере он повторяется трижды по 4 секунды, то есть всего 12 секунд. Задержку даю чуть больше, на 13 секунд. После этого запускаю сцену Light Before, которая содержит в себе снимок состояния светильника перед уведомлением. Протестируем. Моя люстра включается в режиме нейтрального цвета 4000 кельвина с яркостью 70 процентов. Запустим уведомление. После него люстра вернулась в свое предыдущее состояние. Тест с выключенной люстрой. После отработки скрипта, люстра возвращается в свое предыдущее состояние. И рассмотрим упрощенный вариант сценария с использованием эффекта в освещении. Так как тут будет задействован Ambilight, то после снимка состояния светильника он выключается. Далее включается другой с точки зрения системы объект Light, которому передаются параметры яркости, цвета и названия эффекта. Через заданный промежуток времени, тут это 10 секунд, подсветка отключается и далее восстанавливается предыдущее состояние светильника. Пример работы такой автоматизации. С предварительно выключенной люстрой, также все работает корректно. Указанный подход может использоваться не только в кейсах светового уведомления, но и в автоматизациях дежурной и атмосферной подсветки и так далее. На этом все. Надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграмм канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Всем пока! Продолжение следует...